Внесение изменений в закон о недрах был инициирован постановлением Кабинета министров. Сегодня документ рассмотрели в парламенте. Согласно законопроекту, предлагается окончательно обозначить юрисдикцию о принадлежности драгоценных металлов в хвостохранилищах на месторождениях. Сегодня предлагается принять пакет законопроектов. Первый касается вопросов, к кому относятся драгоценные металлы в хвостохранилище. Это было предложение Госкомиссии по Кумтору. Второй законопроект касается выдачи лицензий на конкурсные и аукционные месторождения только компаниям со стопроцентной госдолей. Предполагается, что благодаря рассмотренному сегодня законопроекту в госсобственность будет возвращено порядка 106 тонн золота, который находится в хвостохранилище Кумтора. Об этой инициативе еще несколько дней назад рассказал Аклбек Джапаров, который председательствует Госкомиссии по проверке деятельности месторождения. Золото в хвостах рудника можно добыть в ближайшие 5-10 лет. Общая стоимость предположительно будет составлять порядка 5 миллиардов долларов США. При принятии законопроекта хвостохранилище Кумтора перейдет к Кыргызстану. Кто будет разрабатывать эти объекты? Вторым законопроектом, который предусматривается, мы даем разработку месторождения 100% государственным предприятиям. Они будут вырабатывать технологию переработки этих хвостохранилищ, потому что излечение зависит от новых нанотехнологий. На переработку хвостохранилищ мы в 15-16 году дали лицензии УАО «Крыгызстан» на три хвостохранилища Терексайского рудника. Они сейчас прорабатывают вопрос, изучают международный опыт по введению вот этих новых технологий и по увеличению извлечения золота и других полезных видов ископаемых из хвостохранилища. На сегодняшний день у нас в том же самом УАО «Крыгызстан» есть средства на изучение и привлечение специалистов и экспертов-технологов, которые будут прорабатывать эти все вопросы. На сегодняшний день на балансе государства находятся хвостохранилища на месторождениях Терексай, Макмау, Султон-Сары, Кадамджай и Хайдаркен. У частных компаний есть ряд действующих объектов, в том числе и Кумтур. Разработка хвостов требует огромных вложений. Нельзя забывать и о вторичной переработке, отметили нардепы. «Я считаю, этот законопроект правильным. Однако вы рассмотрели вопрос отходов. Что с ними будет после вторичной переработки хвостохранилища?» «В данном случае будет использовано сухое складирование хвостов». «Я правильно понимаю, что наша сторона будет заниматься добычей драгметаллов на хвостохранилищах. Опоре культивации и вся ответственность на предприятиях, которые занимаются разработкой месторождения?» На повестке заседания был поднят вопрос выдачи лицензии. Депутаты были обеспокоены тем, что выдача разрешительных документов может породить коррупционные риски. Вопрос выдачи лицензии могут привести к коррупции. Разрешительные документы необходимо давать тем, кто на самом деле может работать. Нужно дать время, к примеру, в течение трёх лет. Если нет разработки, то лицензию нужно передать другому лицу». «Здесь нужно понимать, что лицензии на конкурсные и аукционные месторождения будут выдаваться только компаниям со стопроцентной государственной долей. Законопроектом предусматривается то, что все полезные ископаемые, оставшиеся в хвостохранилищах по истечению срока, переходят на баланс государства. Это очень хороший законопроект. Его нужно поддержать». Отметим, что по итогам заседания законопроект о внесении изменений в закон о недрах в парламенте был одобрен в трёх чтениях.